Очень привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Сегодня новость номер один – это, конечно же, обращение первого президента, Нурсултана Назарбаева к народу. Мы не видели его с конца прошлого года, с саммита СНГ в Санкт-Петербурге. И с тех пор все гадали, где он находится. Ходили самые разнообразные слухи, но ни один не подтверждался, кроме заявления пресс-секретаря первого президента Айдоса Укибая о том, что Назарбаев находится в Астане. Но нам его не показали, только рассказали. И вот теперь он появился пред нашими очами. Первый эксперт, которого я нашел, был поэтолог и экономист Петр Владимирович Своик. И он узнал эту новость от меня. Добрый вечер, Петр Владимирович! Добрый вечер! По вашему мнению, что это было? Ну, слава Богу, что первый президент выступил, хотя особых новостей от этого выступления ждать не приходится. Мы от его пресс-секретаря знали, что с ним все в порядке. А всякие разные накрутки в таких ситуациях, они всегда бывают, но их больше половины – это вымыслы. А тут все стало на свои места. Нам говорили, что Петр Владимирович жив-здоров и на месте. Понимаете, Игорь Владимирович, я не обязан верить на слово. Если бы его показали рядом с президентом Тукаевым, ну, тогда я бы еще поверил. А то ни его не показали, живого, как сегодня, ни даже не дали ему микрофон. С чем, как вы думаете, это было связано? Ну, пожалуйста, не верьте. Я просто вижу... Я журналист, я обязан сомневаться. Ну, и сомневайтесь на здоровье. А я вижу картинку, на которой первый президент говорит то, что ему и полагается в такой ситуации говорить. И я этой картинке верю. Я говорю, что она неподдельная, что это не актер, это Насултан Абич. Петр Владимирович, пожалуйста, давайте не путать. Я вам говорю о том, что вот 5 января, если я не ошибаюсь, выступал Айдос Укибай, и он сказал, что первый президент находится в столице, но нам его не показали. Про сегодняшний я речь не веду. Да, это он. И можно допустить, что он находится действительно в столице, потому что студия знакомая. Вот я о чем говорю. Ну, ладно, это уточнение. Скажите, пожалуйста, меняет ли это расклад, который сложился в Казахстане после всех событий? Я считаю, что это тоже некое подведение итогов того, что произошло. И в частности, той официальной уже версии, кто участвовал, кто виноват, кто не виноват, которая через некоторое время нас ждет. Это выступление должно было быть, оно состоялось. Как вы думаете, чиновники в Астане знали об этом? Потому что вот сегодня выступал пока еще зампред партии Нуратан Баужан Байбек, и он сказал, что винить во всем первого президента нельзя, и так далее, это низко, и так далее. Ну, я готов к тому, что пускай Байбек разделит эту ответственность. Я, со своей стороны, в силу того, что понимаю, полностью согласен с Телесом о том, что винить во всем первого президента нельзя. Вот кто наиболее пострадал от всего того, что произошло, или даже бы, если бы вдруг, не дай бог, путь завершился по планам тех, кто его организовывал, то в любом случае первый президент был бы наиболее пострадавшим. Я, если честно сказать, по-человечески ему просто очень сильно сочувствую, когда он наблюдает. А то, что сама попытка Пуча была предпринята людьми недалекими от первого президента и из его, скажем так, окружения, это достаточно очевидно. Но нам попозже какую-то официальную версию выдвинут. Вполне могу предположить, что главным виновником будет Карим Масимов, хотя он всегда был всего лишь исполнителем своего собственного политического места, никогда не было, даже когда он должности занимал. Ну, как будет согласовано, так и нам будет объявлено. И вот это выступление на Уссултана Аббища – это уже этап согласования. То есть в определенной степени там уже распределили, кто за что должен отвечать или не должен отвечать. Кто должен в Казахстане оставаться, кто не должен оставаться, кто должен остаться на местах или кто должен покинуть свои места. Ну, кстати, места, скорее всего, покинут, если не сразу, то постепенно все участники. Но, повторяю, не первый президент это организовывал. И можно там предполагать, насколько он был в курсе или совсем не был в курсе, но для него это и политическая, и личная, очень серьезная драма. И вряд ли мы должны его ставить в центр событий. Тем не менее, я заметил, что Нурсултан Назарбаев всегда был великим мастером интриги. Но в этот раз интрига, по-моему, затянулась. 16 дней прошло с событий 2 января, когда начались митинги в Жанавузене. По-моему, это... Да, но Султан Назарбаев всегда был великим мастером интриги. И здесь интрига, она вообще, наверное, самая крутая за всю историю Казахстана. И он далеко не единственный участник этой интриги. Он, пожалуй, главный пострадавший. Вот что точно, это он главный пострадавший от этой интриги. Вот. Ну, слава богу, как-то там все-таки итоги подвели. И вот это заявление, оно тоже показывает, что места расставлены. Мне показалось, что в его речи те же самые прежние наборы тезисов. То есть не видно, что человек осознал, что время переменилось не совсем. Я уже не говорю, конечно, о каком-то покаянии, какое, допустим, сделал Ельцин перед своим уходом. Он извинился перед россиянами. А кто думает, Султан Назарбаев вообще понял, что произошло или нет? То, что произошло, он, конечно, понял. И он наверняка был этим шокирован, особенно финалом. Я повторяю, это для него величайшая и политическая, и личная драма. И ему можно только сочувствовать, когда он, будучи живым и здоровым, вот это все наблюдает. Вот. Ну, а если вы хотите от него каких-то других слов, то их вряд ли бы вы дождались. Он сказал то, что полагается сказать вот султану Назарбаеву, который 30 лет правил Казахстаном, который организовал транзит. Причем его роль в этом транзите, безусловно, лидерская, но не единственная. И кто этот транзит замышлял, готовил, согласовывал, кто был инициатором, это остается не очень понятно для нас с вами. И, скорее всего, мы этого никогда не узнаем. Но интерес политический, да и чисто человеческий, жизненный у султана Назарбаева было в том, чтобы этот транзит закончился так, как он начинался. Он-то отходил, а его-то окружение оставалось. И вот окружение, конечно, по мере отхода первого, они очень сильно волновались, переживали и начали составлять какие-то свои планы, которые, как я понимаю, вот и разразились такой ужасной, ужасной драмой и для страны, и для них-то в первую очередь. Вот. Но еще раз повторяю, пострадавшим здесь является, прежде всего, первый президент Казахстана. На мой взгляд, гораздо более важнее то, будет ли присутствие физическое Назарбаева в Казахстане влиять на ситуацию в стране? Будете ли это важным фактором? Вот что точно уже состоялось без вариантов, это то, что транзит закончился, и что политическая роль Нурсултана Абишича от этого дня, от этого выступления и далее, это быть пенсионером. Вот. При этом он вполне может остаться не просто в Казахстане, но и в городе своего имени, он же столицей назвал этот город, не стал же его называть Нурсултаном. Вот. И ему там все гарантии безопасности будут обеспечены, вот. Никто ему официально никакого плохого слова не скажет, да и между нами говоря, это было бы очень правильно, если бы судьба первого президента была оформлена примерно как судьба Мао, политическая, историческая судьба. Вот сейчас в Пекине на площади Тяньаньмэнь, сейчас и всегда, висит портрет Мао. Это после, можно сказать, катастрофы с попыткой большого скачка, это после культурной революции. Тем не менее, Мао висит, и он на 30% ошибался, а на 70% он великий кормчий. Вот. И правильнее всего в Казахстане, вот пусть Масимов будет во всем виноват, пусть зятья, которые уже ушли с должностей, и все племянники тоже будут сильно виноватыми, но никаких разборок с откручиванием голов и с перетряхиванием всего того, что было, и наизнанку, вряд ли стоит делать. Вы имеете в виду, что вот такой исход, он будет самый такой для Казахстана благоприятный, вот засахарить вот этот мир, да, и сильно его не расчесывать? Вот. Понимаете, какое дело? Вот наша экономика управляла семья, условно и впрямую, вот. Причем управляла экономикой, ну, такого вывозного характера, это компрадорская экономика, и там семья была аффилирована с иностранным экспортно-сырьевым бизнесом, с системой иностранных инвестиций, с системой внешнего, а не национального кредитования. Эта система вымывала из страны больше, чем мы зарабатывали на экспорте. Но говорить о том, что они злодеи, плохие люди, и что они могли бы сделать по-другому, не приходится. И первый президент, и всех, кого он вставлял в эту систему, а понятно, что родственников он вставлял в первую очередь, они приспосабливались, они вписывались в тот вмещающий ландшафт, который формировался со второй половины 90-х, потом все, нулевые годы, ну и так далее, и так далее. Вот. Они не только акторы и бенефициары такой системы, но они ее в какой-то степени вот сейчас выясняются. И жертвы, потому что она же их сейчас и выводит. Вот. Поэтому меня, если честно сказать, совершенно не интересует судьба, дальнейшая судьба семьи и остального ближнего круга. Меня интересует, как будет эта экономика меняться, сама и политическая, и экономическая модель. Не потому, что вот закончился Назарбаев, и мы будем все менять. Нет, потому что закончилось историческое время. Назарбаев, кстати говоря, начиная с 15-го года, вот с этой программы «План нации, 100 конкретных шагов», он пытался уже менять. У него ничего не получилось, и, возможно, это был тоже один из поводов, что давай-ка начнем транзит. Вот. И как получится у Такаева реагировать на изменяемое вокруг нас и внутри уже нас политическое и экономическое пространство? По выступлениям Такаева, по реакции Такаева, я имею основания надеяться, что он, в общем, смотрит правильно и собирается делать правильные вещи. Такие основания у меня есть. Вот. Но уверенности, что у него все получится, пока нет. Поэтому еще раз повторяю, надо как можно, это мой взгляд, как можно скорее закончить этот ужасный, ужасный январский эпизод, вот, который на самом деле был поворотным, ключевым и все такое. И как можно скорее, в конце концов, даже и ориентируясь на то, что нам и Назарбаев сегодня сказал, типа, давайте консолидироваться, давайте выстраивать новую страну. Это же слова, они немножко вынуждены, но они же правильные, это слова. Вот. И надо смотреть вперед. А то, что страница перевернута, ну и хорошо, что она перевернута. Вот здесь мы с вами, Петр Владимирович, расходимся кардинально, принципиально. Если сейчас перевернуть эту страницу, то потом она назад сама перевернется. И вот то, что вы сказали о семье, что вам неинтересно, что там с ним будет, мне наоборот интересно. И дальнейшее персональное их, ну это так сказать, можно назвать праздным журналистским интересом. А самое главное, возвращение этого добра в страну. Вот. Во-первых, это огромные деньги, которые, ну не помешали бы, конечно, стране. Вот. И сейчас я знаю, что в Британии идут большие движения. И есть список Чатам Хаус, где перечислены на двух страницах граждане Казахстана, которые обладают недвигой в Лондоне и других городах Великобритании. Вот. Так что мы тут давайте с вами зафиксируем разногласия. Такой вопрос немножко назад, вот к этой интриге. Она создавала впечатление некоего закулисного торга. Как вы думаете, это был торг между двумя, Назарбаевым и Тукаевым, либо там был третий, Владимир Владимирович Путин? Давайте сначала вернемся к фиксации разногласий. Значит, на мой взгляд, гораздо важнее, хотя надо бы, конечно, и эти деньги вернуть, но гораздо важнее так поменять саму систему, чтобы вот эта компрадорская вывозная экономика перестала быть такой. И еще до всех этих событий, еще достаточно давно, я настойчиво провожу мысль, что нужна национализация внешней экономической деятельности. А кому хочется разбираться конкретно с деньгами семьи, это флаг в руки, это тоже очень полезное дело, и я нисколько не против. Но для меня гораздо важнее национализация внешней экономической деятельности как таковой. А что касается подведения итогов, то, разумеется, там есть третий, а может быть его лучше назвать первым, это, как вы правильно сказали, Владимир Владимирович Путин, разумеется, арбитром во всей этой ситуации, и когда она разгоралась только, и сейчас является названный вами президент России. И я уверен, что именно он является, ну, вот именно арбитром для определения того, что же это было и что же дальше будет. Вот еще вопрос. Очевидно, первому президенту и членам его семьи были даны гарантии безопасности. Как вы думаете, были ли даны гарантии безопасности их активов? Я думаю, что главные консультации на предмет транзита, когда его начинать и кто будет вторым президентом, они проходили не в Лондоне, или вернее так, не с участием Лондона, а Лондон – это столица активов, туда вывозились все, а с участием Москвы. Наверное, не только Москвы, но Москва точно участвовала в этих консультациях. И понятно, что все те гарантии, которые давала Москва, она их давала, вернее, которые могла давать Москва, она их давала, и они соблюдаются, в том числе при подведении итогов. А что касается лондонских гарантий, то ведь еще до этих событий, уже там по ряду причин, сам город Лондон стал аккуратно наезжать, что называется. Помните, у нас дочь президента занимала должность спикера сената, то есть по конституции второй человек и наследник там. И именно в этот момент с ней случилась неприятность, там какая-то квартира, которую то ли раньше Шерлок Колм занимал, то ли рядышком, вдруг английское правосудие заинтересовалось, и все такое. Ну, квартиру-то и оставили, а должность-то она тоже оставила. То есть уже тогда начинались некие политические движения, из-за которых город Лондон, как гарантирующая столица внешних отложений наших компраторских капиталов, стал намекать, что что-то у вас не так, и вам надо менять свое поведение. Вот. А сейчас, я думаю, начнется новый этап, который, ну, пока трудно точно определить, какой он будет. Может быть, из этой финансовой нашей столицы начнут какие-то деньги возвращать по запросам нового казахстанского правительства. А может быть, наоборот, скажут, что у вас тут недостаточно демократии, у вас не очень справедливое судопроизводство, поэтому мы их лучше у себя придержим. Могут быть и такие другие варианты, потому что что там в самом английском правительстве будет происходить, там же тоже многие интересные процессы, и Казахстан там далеко не главный и не единственный объект, на который они там обращают внимание. Петр Владимирович, я просто вам, может быть, вы не знаете, и зрителям поясню детали вот этого процесса в Лондоне, который завершился в апреле 2002 года, тем, что иск «Сириус фронт офис», это управление по борьбе с мошенничеством, в Великобритании он был отклонен, и Далеку Назарбаеву оправдали. Вначале у многих, у меня в том числе, сложилось такое впечатление, что вот суд запросил бумагу у генпрокуратуры, генпрокуратура сказала, что Назарбаева, она сама была активной в бизнес-леди, и заработала деньги своим трудом, это не были деньги Рахата Алиева. Затем я поглубже изучил вопрос, и оказалось, что просто иск был очень слабым, и его отклонили по процедурным соображениям исключительно. Вы знаете, как на Западе важны все эти крючки, и это, в принципе, правильно. И вот в этом списке «Чатэм Хаус» там до сих пор присутствует и Далеку Назарбаева, и Нуралей Алиев, и многие другие видные казахстанцы. Следующий вопрос у меня такой. Меня немножко в этом ядваре смущает, что различные шаги действуют, предпринимаются без юридического оформления. Вот как, допустим, Косомшим Марк Тукаев получил пост председателя Совета безопасности. Вот у меня полное ощущение, что он пришел в библиотеку, и там корочку нашел, да, которая на полу валялась, а первый бездет я случайно обронил. Не было указа. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте. Потом устно сказал Назарбаев, что он ему передал. Ну, передал, ну, это оформите как-то юридически. Вас вот это вот не смущает, Владимир Владимирович? Тут как раз юридическая часть объективно уступала, ну, скажем так, оперативной и политической. Причем, смущает это или не смущает, там, конечно, юридическая уступала, но необходимость требовала именно такого поведения. Ну, смотрите, у нас есть конституция, по которой президент, глава государства, и он все органы формирует, в том числе и Совет Безопасности, там это все написано. Но у нас есть и закон о первом президенте конституционного уровня, в котором первый президент является по жизни членом, председателем Совета Безопасности. И пока все было нормально, никакой конституционной коллизии. Вот, а как только вот возникла эта ситуация, была конституционная коллизия, которую чисто юридически надо было разруливать, наверное, там, получая некое официальное заявление первого президента, и после этого осуществлять процедуру изменения конституционного закона о первом президенте. То есть, я не знаю, там, даже в самом скором времени это там две-три недели бы потребовалось. Вот, а путь бы и тем временем разгорался. Вот, то есть, юристы были бы довольны, но вряд ли бы это сработало. Вот, сегодня президент, первый президент в своем выступлении сообщил, что президент Акаев является главой Совета Безопасности. Он не сказал, что потому что я заявление подал, или потому что... Кстати, своим заявлением он не мог себя освободить, потому что конституционный закон-то работает, так или иначе, нужны процедуры. Да, процедуры, по всей видимости, не были соблюдены. Вот. А могли они в той ситуации быть соблюдены? Ну, повторяю, нет. Или, например, вот основанием для обращения к ОДКБ должно быть по уставам. ОДКБ – акт агрессии против Казахстана. Вот. Ну, для того, чтобы определить, была агрессия или не была, наверное, тоже президент чисто, если по закону, по процедурам, должен был бы собрать какие-то... Вернее, поручил кому надо. Вот комитетчики же по домам тогда сидели. Вот. Должен был их там вызвать на работу, сказать, ну-ка, давайте собирайте доказательства агрессии. Потом, наверное, их надо было провести через какие-то там процедуры, выйти на парламент, и только после этого, где-нибудь месяц через два-три, обратиться в ОДКБ, давайте помогайте. Вот. Президент... Получив сведения, принял политическое решение в рамках своей ответственности как глава государства и обратился в ОДКБ своевременно. Кто будет ловить там какие-то юридические огрехи, наверное, они там есть. Политически и конституционно, в конце концов, президент Акаев поступил, на мой взгляд, абсолютно правильно и своевременно. Вот. Ну, а теперь нам с вами, наверное, начнут уже так по истечению этих событий рассказывать о том, кто там участвовал, в том числе из внешних игроков. Владимир Владимирович, кстати говоря, грамотные комментаторы, которые поумнее и пообразованнее, чем я, они писали, что в уставе ОДКБ, кроме международной агрессии, достаточно поводов, чтобы и без нее пригласить силы членов этой организации. Вот почему все так упорно настаивали, что именно была международная агрессия? Вы же видели, что это были, ну, бряженые какие-то, что... Даже я факт нашел, когда боец спецназа демонстрировал на камеру паспорт раскрытый, казахстанский, там была виза индийская, виза индийская была, да, и он выдавал это за иностранный паспорт, да. И я уж... Да, я это видел, это хорошая журналистская работа. Да. Да. Значит, я как казахстанец, ну, и как более-менее понимающий, что у нас тут происходит, конечно, искажу из того, что заговор был внутри власти, и что исполнителями, основными исполнителями были, ну, если для простоты сказать, ровно те же, только в более широком масштабе, кто организовывал и Курдайский погром. Вот. Там все один к одному, между прочим. Просто тут масштаб. Петр Владимирович, перебью. Я вот воспринял, я же был в Масанчи через пару дней, я воспринял как генеральную репетицию. Абсолютно точно. В Масанчи была генеральная репетиция. Ну, я думаю, что тогда никто не думал, что они это все повторяют в Алма-Ате. Ну, то, что и структура исполнения, и те, кто, что называется, заказывал, давал команду, это примерно одно и то же, тут нет никаких сомнений. Но одновременно у меня и нет никаких сомнений, что внешний фактор, который вполне можно назвать агрессией, тоже имел место. Вот. совершенно нет никаких сомнений. И это даже не по поводу того, что вот этого парня, которого вы разоблачили, а, наверное, были и другие, действительно, иностранцы. Там не обязательно с иностранными паспортами, может быть, но то, что ребята были завезенные, подключенные, это у меня нет никаких сомнений. И более того, польскоро финансовой столицей Казахстана является город Лондон, и семейные ближнего круга капиталы концентрировались там. То есть дружеские связи наших олигархов с лондонскими хранителями их накоплений, в том числе там и с королевской семьи, они, конечно, были не только дружеские, но и, что называется, деловые и политические. Вот. И некие, ну, скажем так, консультации по поводу того, что тут вообще-то как-то все неправильно идет, что транзит вообще не в ту сторону заворачивается, и тут влияние Москвы слишком уж очевидное, и надо бы что-то делать. Конечно, разговоры такого рода и советы, что же на самом деле надо делать, это точно имело место. Ну, сумеют наши органы там доказать этот элемент или не сумеют, но мне было бы странно думать, что этого не было. Конечно, это было. Я закончил вот тему международного терроризма, я очень вам заведую, что вам достаточно вот собственной уверенности в том, что эта внешняя агрессия была. Мне уверенности никогда недостаточно, мне нужны всегда факты и доказательства, и я тут еще вспомню выступление начальника департамента полиции Алматы Таймир Денова, который говорил, что террористы вывезли из морга 41 труп своих дополчан. Они что там, все друг друга знали? Они там ходили, их опознавали? И опять же, он ничего не показал. Я отказываюсь верить на слово вообще кому-либо. Это ваша журналистская работа, долг. Я это полностью поддерживаю. я высказываю свое мнение, как человек, анализирующий эти события и кое-что понимающий их во внутренней подобной. Вы затронули тему олигархов. После отправления в отставку Дориги Назарбаевой в начале мая 2020 года, по-моему, это было второе число, мы с вами также писали интервью. и вы сделали прогноз, что Тукаев вступит в конфликт с олигархами до конца этого года. Это значит 2020. Ваш прогноз, можно сказать, сбылся, хотя и частично он так припоздал. Это мне вот кажется, или это происходит, и в чем заключается конфликт. Так или иначе, модель надо менять, и я надеюсь, что такая все-таки будет менять эту компрадорскую модель. Почему у меня есть такая надежда? Ну, хотя бы потому, что он, хотя и плоть от плоти режима, но он а. не семейный, б. не плановый, и в. не компрадорский человек. Ну, может, у него, наверное, какой-какой бизнес съесть, может быть, у его там сына что-то говорили про какую-то нефть, но он в любом случае в серьезный бизнес по вывозу наших ресурсов из страны, из складирования где-то там, не задействует. И очень хорошо. Вот. Следовательно, ему просто выгодно политически, да, и лично, в конце концов, повышать институализацию власти. То есть, у нас сейчас самая главная власть в Казахстане, это семья. Вот. А все институты, да, уже не сейчас, да, слава Богу, уже, вернее так, наверное, уже не семья, наверное, уже не семья. А все институты, они под семьей. И такая просто элементарно выгодно поднять роль институтов, поднять роль партии, поднять роль парламента, ему просто будет легче создать даже, в конце концов, и настоящее местное самоуправление. Вот. И приступить к очень важному моменту, это национализация внешнеэкономической деятельности. И потом ему так или иначе надо бы, ну, я надеюсь, что он это понимает, и хочу верить, что он в эту сторону пойдет, потихоньку, аккуратненько, но, что называется, завязывать с многовекторностью, в рамках которой мы являемся придатком по всем векторам, и начать двигаться по евросийскому вектору, договариваясь с Москвой о том, чтобы поднимать свой статус повыше, то есть быть не просто с бытовой провинцией России, как сейчас, а участвовать в некой индустриализации там, и улучшение своего, улучшение своего экономического места. Вот. Но главная задача, вот, о которой, или так, нерешенная проблема, которую придется президенту Такаеву решать, это внутренняя, не внешняя, а внутренняя легитимация. Ведь посмотрите, почему Нурсултанович в свое время стал безусловным президентом и для всех казахов признаваемый, он был всеми казахами и всеми казахстанцами. Ну, в конце концов, начиналось же с того, что он получил первичную легитимность на Московском Политбюро, как первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Все остальное потом. Вот. И в конце концов, когда первый президент назвал своего преемника и назначил на этот пост, только назначил, никто его еще не выбирал, Такаева, он поехал в Москву и получил там, ну, будем говорить, бота. Вот. А вот представим себе, что в Казахстане начинаются реально конкурентные и с честным подсчетом голосов выборы президента. Причем ситуация такова, что не какие-то там люди, которые слезли с дерева и пошли регистрироваться, а серьезные претенденты от очень серьезных казахских кланов, от очень серьезных финансово-промышленных групп, по-разному ориентированных в том числе и внешним образом, начнут выставлять своих людей, а избирательная комиссия начнет это все честно считать. Ну, честно считать они не умеют, но просто акимы в разных областях начнут командовать избирательными комиссиями в разные стороны, многовектора начнут. И вот на таких выборах обнаружится, что кто-то победил, но с относительным преимуществом, а все проигравшие будут говорить, выборы нечестны, а они были нечестными. Вот, и мы пойдем на площадь и демократическим порядком, без всяких поджогов и восстаний, но мы будем требовать справедливости. И кто эту ситуацию внутри страны разрулит, если прокуратура у нас это бизнес-структура, мы знаем, если комитетчики в этот раз просто показали себя с плохой стороны, мягко говоря, если судам мы не очень верим, ну и так далее, и так далее. Получается, что не только за войсками ОДКБ придется обращаться в Москву, но и за решением вопросов подобного рода. А как мы должны, ведь если мы хотим добиваться лучшего своего места в Евразийском союзе, то мы же должны прежде всего продемонстрировать свою собственную устойчивость, упругость и способность там не только просить, но и требовать, когда надо. Следовательно, мы должны менять не только компрадорскую многовекторную экономику, но мы должны и политическую систему выстраивать каким-то таким образом, чтобы мы сами выбирали себе и президентов, и депутатов, и без внешнего участия. И этот вопрос перед Такаевым еще стоит на полную катушку. Но вернее, его очень легко решат, когда подойдут очередные выборы, а это будут перевыборы президента Такаевым, он продолжит, безусловно, но если там здоровье будет нормально, он, безусловно, будет и на второй срок пойдет, и без вопросов выиграть эти выборы. Но опять же, это будет с гласным или не гласным, но участием Москвы, которые объяснят кому надо, что вы лучше не выставляйтесь, потому что мы и без вас знаем, кто должен управлять Казахстаном. Вот этот вопрос внутреннего способности нам самим поддерживать свою собственную политическую систему, он пока висит. Мы с вами перспективы Казахстана, я полагаю, можем обсуждать чуть более, чем сутки подряд, но мы утомим наших зрителей. Поэтому я предлагаю мы длежимся к завершению беседы все-таки обсудить вопросы, которые происходят в моменте. Я небольшую ребарку к вашему предыдущему ответу насчет юридического оформления всех этих шагов. Владимир Владимирович, мы знаем прекрасно, что такое революционная целесообразность. Это такая засада, которая превращается в привычку и все делается вот так. Как бы вот надо, надо, вот сегодня это целесообразно, а иначе завтра будет поздно и все. Так вот, что меня сегодня смущает, назову я вам пару вопросов. вот фонд народу Казахстана, да, сейчас, это что такое? Это котел, куда должны откешиваться вот кошельки бывшие первого президента? Ну, прежде всего это, и с точки зрения там текущего политического момента, идея правильная, даже красивая, но она тупиковая по большому счету, потому что раскулачивание это разовый акт, вот, сейчас, когда уже подведены все итоги, когда определены, кто там виноват, кто полувиноват, а кто вообще не виноват, то вот какую-то денежку соберут, это со списка Forbes соберут, кто-то добровольно принесет, но все равно они же не будут говорить, что до 2050 года мы теперь будем регулярно в этот фонд там ежемесячно отсчитывать, такого не будет, вот. Что касается бизнеса, то бизнес, ну там поменяют руководителей, а бизнес ты на постоянную основу доить не сможешь, у них свои там налоговые обязательства, у них куча внешних долгов, которые они должны обслуживать, то есть грузить их еще и вот постоянными отчислениями в этот фонд, но я говорю про семейный бизнес, компрадорский, клановый, экспортно-сырьевой, семья же не владела там какой-то ерундой, там не автомойками же они занимались внутри Казахстана, РОП это вот самый, это как бы нижний уровень семейного бизнеса был, вот, а внешний бизнес он в таких внешних обязательствах, что там с него много ты не возьмешь, вот, поэтому, чтобы это, эта затея президентская работала бы на постоянной основе, надо внутри страны найти такие экономические объекты, которые бы действительно могли постоянно работать на этот фонд, и такие объекты, конечно, есть, ну, вот, я, например, назову прежде всего алматинские базары, у нас по Казахстану все базары частные, и вообще это неправильно, базары, на которых продают главные продовольственные товары и товары народного потребления, и чтобы там был какой-то частник, на муниципальных, на самом деле, на городских землях, вот, и который больше наполнял свой карман, чем казну, это неправильно в принципе, вот, их надо бы национализировать, все такие торговые предприятия, а еще лучше вот отдать под фонд, пусть вот попечительский совет этого фонда, там люди, в общем, профессиональные и приличные, пусть бы они сами наводили порядок, вот, на всей этой алматинской торговой империи, и можно много чего другого придумать, и пусть и Сергей этот работает на этот фонд, и парковки, да, кучу можно набрать таких бизнесов, которые используют государственный ресурс, который собирает деньги с огромного числа пользователей, а потом все это идет в карман, так вот, пусть это будет карман фонда, вот, но понятно, что это не попечители сами придумают, это тоже должно быть политическое решение, наше дело подсказывать, как правильно это все осуществить. Девушка Владимирович, я не буду оценивать вот эти ваши идеи, которые так отдают социализмам, пусть этим займутся комментаторы, у нас не дебаты, у нас интервью, я вам скажу, чем меня еще смущает ситуация вокруг фонда, во-первых, вот эти чисто советские сдадим одноделную зарплату, да, фонд фонда, вот, ну, не для того он придуман, мы же выяснили, а второе, вот попечительский совет, там 14 человек, а ровно половину семь я знаю лично, ну, в общем, приличные, достойные люди, да, но смущает фигура Влада Жамишева, экс-главы Банка развития Казахстана, этот БРК, Банк развития Казахстана, он подвергся жесткой критике, вот, Токаева, не была дана оценка, мы не послушали Булата Жамишева, какие проекты, куда уходили, как ему давали распоряжение, это же действительно было, ну, фактически частная лавочка, я в 17-м году как-то занимался, из них невозможно было вытащить вообще никакой информации, люди там приличные все, но в 20-м году вот, членов группы Саханин Кубжаляу со страшной силой вербовали в общественный совет при Иллила-Атауском нацпарке, со мной, вот, в честности, два часа беседовал бывший вице-министр экологии Ерлану Санбаев, да, и потом я просто смекнул, что нас хотят поюзать, да, вот, наши имена нами прикрыться и продолжать делать свои дела, а этот уже нацпарковый прогнил уже от коррупции, не будет ли в этом случае так, что под, пользуясь именами приличными известных людей, непонятно же, как будут деньги-то расходоваться, вот, очевидно, его, Жамишево и взяли туда, да, чтобы перенаправлять как-то эти деньги, и туда взяли не из спецов, туда Селеба взяли, то есть, известных личностей, там, Келева, Алмаз-Вержан, там, Ружан-Сайн, туда-то, вообще-то, экспертов надо брать, правильно? Падим Николаевич, я полностью разделяю, вот, все высказанное, а на ответ, не будет ли так, отвечу, конечно, так будет, просто хотелось бы, чтобы было не только так, но еще немножко, чтобы так было на 80%, а на 20% все-таки было поприличнее, вот, понятно, что это уважаемые люди, которых туда вставили, но с этими людьми все понятно власти, это люди, от которых власть ничего неожиданного не увидит, ну, может быть, а лжас там хлопнет дверью, но и то в пределах правил, а все остальное это понятные, понятные, приличные, честные, но вполне прогнозируемые люди. Что касается Жамишева, да, конечно, его президент раздраконил, ну, раздраконил не его, а банк, ну, банк-то семейный, а Жакишев, он просто исполнитель, его туда посадили, он знает, кого впускать, а кого не впускать, вот, какие к нему претензии, он служак, понятно, что такой человек и в этом фонде тоже будет таким же точно служакой, значит, будут ставить правильные задачи, он будет решать, будут ставить левые задачи, он тоже будет решать. То есть, все ваши сомнения, они, безусловно, имеют место, и все эти общественные советы, это же профанация, видите, любой общественный совет, даже из приличных людей и даже неплохо работающий, вот, алматинский общественный совет, это же в любом случае профанация, это же профанация взаимодействия органов власти и якобы общества, потому что общество неорганизовано, из него сама власть выдергивает каких-то, пускай хороших, но вполне предсказуемых людей, и только на этой базе что-то там и пытается изображать вот это взаимодействие. То есть, на самом деле, одна из, не единственная, но одна из важнейших задач такая, это, на самом деле, создать действительно систему взаимодействия, закон принять там о народном контроле, там же пустышка же получилось, он поручал, а пустышка получилась у старого правительства, нового тоже большая вероятность, что будет пустышка, создать реальный закон о народном контроле, а в более широком смысле о взаимодействии власти и общества. Вот. Это все впереди, это пока еще только так, картонные декорации, и фонд этот на, на какую-то часть, не дай бог, чтобы не на сто процентов, тоже будет декорации, и не более того. Но на это и есть мы с вами, а прежде всего вот вы, вот вы теребите, поднимайте, тащите их в правильную сторону, глядите, что-нибудь добавится. Все непременно будем за этим следить, и чтобы закрыть тему олигархов, я в отношении них задам последний вопрос. Путин разобрался следующим образом с олигархатом. Одних посадил это условный Ходорковский, вторых перевербовал условный Абрамович, и третьих сделал ручкой, позволил уехать за границу, а это условный Гусинский. Косомжимар Кемилевич Тукаев будет повторять этот сценарий, как вы считаете? Ну, конечно, потому что ломать систему сразу и превращать ее в совсем другую и гораздо более правильную, оно в любом случае не получится, это нереально. Вот. А насколько он будет просто менять семейный бизнес на какой-то другой, и насколько он будет все-таки институализировать политическую систему и работать не на вывозной, вернее, так, выстраивать всю экономику не на вывозной интерес, а на интерес собственного национального развития, вот. Ну, дай бог, чтобы у него получалось это хотя бы на 10-15 процентов и тоже неплохо. У Путина же тоже вполне хорошо, достаточно убедительно впечатляюще получается, при том, что он опирается не только на государственные институты, но и на то, что называют там друзья Путина, вот, ловят этих друзей на излишнем обогащении и так далее, и так далее. Тут есть и правильные моменты, есть и чисто политическая борьба, геополитическая борьба, вот, и надо нам просто пожелать президенту Такаеву, чтобы он не выстраивая невыполнимых схем, все-таки все реалии двигал в правильную сторону. Вот такой серьезный вопрос. Фонд Самрук Казана, президент Такаев настаивает на его как можно более ускоренной приватизации. А кто инвесторы? Мы же привыкли, что к тому, что у нас основной торговый партнер, вообще маленькие страны Нидерланды, которая является большим офшором. И что инвесторы, вернее, те, кто выдает себя за инвесторов, мы всегда там видим знакомые родной прищур. То есть это казахстанцы, которые либо с офшоров, либо с полу-офшоров, как Сингапур, либо с Эмиратов, то есть они под видом иностранных инвесторов приватизируют предприятие. Как вы хотели провернуть схему с приватизацией, с продажей адресной восточно-казахстанских двух ГЭС. Слава Богу, по крайней мере, тормознули эту тему, вернули из Мажориса в правительство. Расскажу свою версию. На мой взгляд, вот эту тему сейчас постараюсь соприсечь, но у нас же нет нормальных инвесторов, которые работают на, допустим, Гленкор, Касын или на месторожениях американской и китайской компании. Не допасешься, потому что мы знаем целый этим сказкам про благоприятный инвестиционный климат. Моя версия такая, что за вот эти куски Самрук Казына пойдет борьба, либо будет договор о разделе между Россией и Китаем. И что Евросоюз, Штаты так сильно не подпустят? Ну, в целом, примерно так. Другой вопрос, что это будет более внутренняя борьба. Тут ни Китай, ни Россия особо здесь ничего не получат. Я бы хотел кое-что уточнить. Значит, вот тема приватизации и тема будущего фонда Самрук Казына, они разные. Ну, там, выступления президента, давайте мы их разведем. То есть, в последний раз вот президент на последнем при презентации нового премьера в парламенте, он поставил вопрос о том, нужна ли такая структура, если ее нельзя реформировать, то нужна ли такая структура вообще. А тема о том, что надо квази-гособственность приватизировать, довести степень участия государства до 15%, а сейчас 60%, вот сам такая уже в этом же выступлении сказал, что 2ВП 60%, это несколько, она связанная, но это несколько другая тема. Вот по этим поводам я что скажу? Ну, пункт первый. Тут вы, конечно, сразу же категорически не согласитесь, вот тут уж мы действительно думаем по-разному, но доведение степени участия государства до 15% это диверсия, это прямая диверсия, и от этого надо как можно скорее отказываться. Что такое самрук казана? Это инфраструктура, вот, и приватизировать и государству отказываться от инфраструктуры, самрук казана, да, обслуживает экспортно-сырьевой бизнес, вывозной бизнес обслуживает, но самрук казана в самом вывозном экспортно-сырьевом бизнесе участвует чуть-чуть, каза там пром, и то там половина сырьевого экспорта это уже вспышки иностранные, многовекторные вспышки иностранные, вот, но немножко там нефть и газа, чуть-чуть экспортируют, а остальное это энергетика, это транспорт железнодорожный, трубопроводный, это связь, почта и так далее, и так далее, то есть это национальная инфраструктура, да, она обслуживает вывозную экономику, но она в не меньшей степени обслуживает и саму страну, и все, население, в вывозной этой экономике меньше половины населения участвует, остальные живут за пределами вот этого акционерного, закрытого акционерного общества, вывозное государство Казахстана, и им, это внештатные части населения, инфраструктура абсолютно необходима, и, а что такое приватизация этой инфраструктуры, даже из самых хороших соображений, это значит превращение инфраструктуры в источник извлечения частной прибыли, вот, что на мой взгляд категорически недопустимо, вот, вы же тоже, хоть и либерал, но вы же тоже против приватизации электростанций вот этой вот, Шульбицкой, Усть-Каменогорской, и правильно против, тут мы полностью едины, потому что приватизация, это превращение этих электростанций в кормушку, ну, может быть плохое слово, но просто источник обогащения, кого-то, не страны, а обогащение соответствующей накруткой тарифа, потому что, ведь вся электроэнергетика, она на государственном назначении тарифов, там, правильно или неправильно, но это государство назначает тарифы, значит, если государство продает какую-то электростанцию, оно продает не электростанцию, оно продает тариф, сколько стоит Усть-Каменогорская ГЭС, будет определяться полностью тем, какой у нее тариф. Она может стоить одну тень в ушку, если тариф нехороший, она может стоить миллиард долларов, если ей зарядить. Теперь, что касается Самрук Казаны, и вот она ведь, эта компания, уже несколько последних лет, вполне официально, имеет план трансформации с превращением в чисто инвестиционный, то есть она прямо так и пишет в своей миссии, что она больше не будет участвовать в реализации каких-либо проектов, а будет заниматься только одним, повышением стоимости своего портфеля, повышением инвестиционной привлекательности своих активов. Это официальная их позиция. А у них долгов внешних больше 20 миллиардов. То есть вся их инвестиционная ценность состоит в том, что они в долгах. И надо, конечно, решать, вот когда я говорю об национализации внешнеэкономической деятельности, конечно, надо решать вопрос о создании в самом Казахстане а национального кредита, его нет. Национальный банк не кредитует банки второго уровня. Он их поддерживает там ликвидностью на одну ночь. Это как явно в гареме. А длинных нормальных денег для развития экономики Национальный банк нам вообще не дает. И у нас нет национально-инвестиционной базы. У нас уровень иностранных, уровень инвестиций в основной капитал вообще недостаточен. Но три четверти этих инвестиций, они иностранные. И входят в известно что. Это нефтедобыча, это металлургия, это трубопроводы, это немножко финансовый сектор и это внимание геологоразведка. Огромные деньги идут в геологоразведку. И понятно почему. А вот сельское хозяйство не идет ничего. Ну и так понятно же. Так вот, почему я говорю, что и Россия, даже Китай уже сюда не войдут. А потому что все, что работает в Казахстане на внешний рынок с хорошей ретабельностью, нефть, газ, черная, цветная металлургия, уран и так далее, там инвесторы уже зашли, иностранные инвесторы, зашли. Весь план 2015 года, 100 конкретных шагов, он же на что нанизан? На привлечение иностранных инвесторов. В сельское хозяйство, в переработку, в машиностроение, в химию, подними этот план. Все ключевые шаги это привлечение якорных инвесторов. Никто не привлекся, потому что все уже здесь. А такого чудака иностранного, который начнет приватизировать, заходить, например, в сельское хозяйство, ты во всем мире не найдешь. Другой вопрос, что найдутся чудаки, которые зайдут в электроэнергетику, с большим удовольствием зайдут. Вот премьер Мамин мотался в Эмираты и привез меморандум с этими сарабами. Д. Владимирович, вы сейчас сядете на любимого конька энергетику, и мы не закончим никогда. К сожалению, я вынужден завершать беседу, потому что мы уже говорим очень много времени. Огромное вам спасибо за то, что откликнулись мгновенно на мою просьбу. Мы с вами неплохо поговорили. Мне с вами всегда интересно, потому что мы часто занимаем разные позиции, а это тем более увлекательно беседа. Уважаемые зрители, а вы подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будете под 100 трудов получать уведомления о наших новых выпусках. Их в январе я уже сбился за счетом, сколько было, это, по-моему, 12-й или 13-й. Мы стараемся выходить почти каждый день, несмотря на шестидневную блокировку, и вы видели, что появилось 100 тысяч подписчиков, с чем я прежде всего от вас всех поздравляю. Пишите комменты, ставьте лайки, делитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах, берегите своих близких, а уж потом подумайте, ну, может быть и донаты, потому что вот донаты, несмотря на то, что я не просил, вы мне регулярно их пересылаете, и это нам дает возможность выходить так часто. На этом я с вами прощаюсь, с вами боже, здорово. Субтитры создавал DimaTorzok